В одной руке кисточка с гуашью, в другой самодельная фигурка поросенка. Символ наступающего нового года станет подарком человеку, который для Татьяны, воспитанницы бийского детского дома, пока совершенно чужой, но возможно будет родным. Два месяца назад эта 16-летняя девушка потеряла семью. Все живы, просто оказались не нужны друг другу. И самое печальное, что Таня перестала быть нужной своей маме. Как говорится, что мама должна быть своей дочерью вместо подруги и друга, а вот у меня все наоборот. То есть маме нельзя было рассказать какие-либо секреты. То есть там поделиться с ней чем-нибудь, ссорились очень часто, скандалы. Нам ничего хотелось, любви побольше. Любовь ей дарила бабушка, которая защищала от побоев, оскорблений брата, но единственного и по-настоящему родного человека в жизни Тани больше нет. Когда стало совсем плохо, девушка пришла за помощью в детский дом. Недавно был суд о лишении прав. И после именно этого момента мы с ней начали общаться, кстати. Честно, не обидев никого, я бы не хотела назад. Я бы здесь осталась. Она читает про любовь в книжках. Например, сейчас историю о Дженейр. И верит, что когда станет совсем взрослой, не повторит судьбу своей мамы. А пока мечтает о том, чтобы в ее жизни появился настоящий друг. Ой, сказали про петельку, и тут это... Потеряли? Нет. Нина Сборнова тоже почти не помнит, каково это жить в семье. И тоже одиноко. С пяти лет она сирота. Мама умерла, а папе и говорит неловко. Ушел к другой. Сейчас тетя Нина постоялец бийского интерната для престарелых и инвалидов. Еще в детстве, после неудачно сделанной прививки, начали отказывать мышцы. А после дистрофия навсегда усадила женщину в кресло. Я ходила с палочкой, у стенки держась. Потом в 35 у меня ноги завернулись. Я полчаса поплакала, а потом сказала, хватит плакать, надо жизнь видеть. Собственную семью она не создала. Но был мужчина, который сумел сделать ее счастливой. Вместе путешествовали, специально для этого купили машину. Нина ему очень благодарна, а он просто крепко любил. До последних дней своей жизни. Это точно. Там такой взгляд был. Это все. И вот до сих пор передо мной стоит. И хотя бы так глядела, что он до сих пор как живой. Здравствуйте. Меня Таня зовут. Дядь Нина. Очень приятно. Они захотят заплакать, но сдержат слезы. Они ждали этой встречи, готовились. Уже после признаются, боялись. А вдруг окажутся совершенно разными людьми. Спасибо. Можно я тебя обниму? Кстати, вы свинюшку такую нигде не найдете. Сама делала. А это тебе. Я связала своими руками. Да? Да. Общались, не обращая внимания на камеру, больше получаса. Общих тем оказалось много. Обе пишут стихи, занимаются творчеством и не понаслышке знают, как тяжело без маминой любви. Мы с тобой будем дальше дружить. Всю жизнь. Да. Приходи ко мне обязательно. Пожалуйста. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok